Несколько лет тому назад мы проводили серию бесед на тему притчи Христовой. И вот сегодня я хотел бы вновь начать эту серию бесед. Однако, прежде чем приступить к разбору притч, нам следует выяснить два вопроса. Во-первых, что означает притча? Как понять это слово вообще? И, во-вторых, почему именно Иисус Христос говорил народу притчами? Разбиравшись в этих вопросах, мы сможем лучше понять значение самих притчи Христовых. Четвертая глава Евангелия от Марка начинается с того, что, сидя в лодке, Иисус учил притчами приступивших к Нему народ. Далее в этой же главе сказано, многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать, без притчи же не говорил им. Из этих слов видно, что Иисус Христос постоянно пользовался притчами, когда говорил к народу. Но перед тем, как узнать, почему Иисус Христос говорил притчами, посмотрим, что значит само слово притча. Это важно. В библейском смысле притча – это рассказ земного содержания с небесным значением. Поэтому, чтобы объяснить какую-нибудь духовную истину, Христос говорил народу иносказательно, иллюстрируя истину понятными для народа примерами из их повседневной жизни. В 13 главе Евангелия от Матфея говорится, что после притчи о сеятеле ученики спросили Христа, для чего притчами говоришь им? И Христос ответил, для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Нет. Потому говорю им притчами, что они, видя, видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. На первый взгляд, эти слова создают впечатление, что Христос специально применял этот метод, говоря о своем учении притчами, для того, чтобы в конец ослепить народ, так как все равно народ не было дано знать тайны Царствия Небесного. То есть Христос говорил притчами, чтобы препятствовать приниманию истины и таким образом отлучить народ от милости и благодати Божьей. Конечно, делать такой вывод – это значит просто хулить Бога, противоречить намерению Божьему, который послал своего сына, чтобы взыскать, то есть отыскать, найти и спасти погибшие. Чтобы правильно понять этот текст, мы должны еще раз тщательно вникнуть в его содержание и рассмотреть его в контексте всего Писания. Тут мы снова имеем пример того, как опасно брать отдельный стих из Библии или отдельные места из Библии и делать из него вывод. Кстати, как мы уже не раз указывали, и стоит повторять это несколько раз, что все лжеучения, основанные именно на этом методе, берут отрывок Священного Писания вне контекста и этим доказывают свое лжеучение. Когда сатана искушал Спасителя в пустыне, вы помните этот случай, то он именно цитировал места из Священного Писания, но обратите внимание, как он это делал. Он цитировал их вне контекста. Кто-то сказал, Библии можно доказать все, в зависимости от того, как мы употребляем ее. Христос говорит, они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Господь не сказал, чтобы они не видели, не слышали и не поняли. Нет. Именно потому он говорит народу притчами, чтобы они увидели, услышали и поняли. Далее Христос цитирует место из книги пророка Исаии. Послушайте. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете. И глазами смотреть будете и не увидите. И тут Господь говорит о причине этого. Ибо огрубело сердце людей сих. И ушами с трудом слышат. И глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Христос огорчен ожесточением сердец людей и потому прибегает к иному, более понятному методу учения и проповеди. То есть Он говорит им притчами. В ответ на вопрос учеников, для чего притчами говоришь им, Иисус ответил, для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Иными словами, Христос говорит притчами к тем, которые не покорялись, которые отказывались повиноваться истине. Чтобы ученики правильно поняли Его, Христос приводит в пример свечу. Свечу не ставят под сосуд, иначе она погаснет, но ее ставят на подсвечник. Притча подобна свече, которая освещает все окружающее. Ее не ставят для того, чтобы затемнить или скрыть что-то, а наоборот, ставить, чтобы освещать, выводить на свет. Но люди были не способны воспринять тайны Царствия Божия из-за ожесточения своих сердец. Ученикам Христос говорил прямо, а с остальными говорил притчами, которые, подобно свече, проливали свет на объясняемый предмет, чтобы сделать его понятным. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, говорит Христос. Ведь Христос иллюстрировал эти истины о тайнах Царствия Божьей притчами, дабы люди начали расспрашивать, начали думать, чтобы искали путь к Высшему, к Тайнам Царствия Божьей. Для примера возьмем три несравненных рассказа, три притчи о заблудшей овце, о потерянной монете и о блудном сыне. Все три притчи записаны в 15 главе Евангелия от Луки. Все они объясняют одну и ту же истину. В этих замечательных рассказах о потерянных овце, монете и сыне на первый взгляд нет ничего таинственного. Но с другой стороны, тут скрыта вся тайна любви и намерение Божьей к погибающему человеку. Давайте прочтем это место. Находится оно в 15 главе Евангелия от Луки. Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйте со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведных, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? И нашедший созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов божих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и сжарился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите». Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего». «Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими, а когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Можно ли допустить, дорогие друзья, такой абсурд, будто Иисус сказал эти притчи о потерянных вещах для того, чтобы воспрепятствовать доступу людей к Богу, чтобы люди лишились Божьей милости, о, дорогие мои, тысячи раз нет. Наоборот, Христос рассказал народу эти притчи, чтобы привести их к примирению с Богом. О, если бы люди, выслушав эти притчи, поняли их значение, то им раскрылась бы вся глубина, высота, широта и долгота Божьей любви. Ибо притча всегда является дверью к истине, к познанию Бога. Если человек обратит внимание на представленную картину и спросит об этом у Господа, то он даст ему ответ. Слава и благодарение Ему. Христос, как бы стоя у двери твоего сердца сейчас, стучится притчами и просит разрешения войти, чтобы вечерить с тобою и ты с ним. Притчами Господь желает открыть тайну своей любви к тебе, мой дорогой друг. В притчах мудрого Соломона есть одно весьма интересное высказывание. Царь говорит, слава Божья – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Доказательства этого мы находим в природе. Бог скрыл за завесой видимого то, что высшее, святое, вечное, чтобы человек исследовал, расспрашивал и пришел к познанию Бога. Слава Божья – скрывать дело тайное, а слава царей – исследовать дело. Здесь Соломон не имеет в виду царей земных, но он говорит о благородной натуре, о царственном сердце, который всегда ищет и исследует вечное, истинное, святое, доброе. Эту же мысль высказал и Моисей, говоря, скрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. Господь сказал, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь. Сама природа является чудной притчей. Говоря о язычниках, не знающих Бога, апостол Павел пишет в своем послании к римлянам, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Подобное же воспевание мы находим у псалмопевца Давида. Послушайте, «Небеса проповедует славу Божию, говорит он, и о делах рук его вещает твердь». Дорогие друзья, подумайте о нашей планете, о космосе. Разве не открывается нам удивительная и величественная картина их строения? Человек познал многие сокровенные тайны из мира природы. Он не только заглянул в строение атома, но и разгадал многие его тайны. Человек научился расшеплять ядро атома и управлять скрытой в нем энергией. И все же человек стоит только на пороге познания Вселенной. Благодаря небогу, что есть много ученых, которые в своих исканиях и исследованиях этой притчи природы пришли к выводу, что есть хозяин, есть создатель, есть строитель и архитектор всего этого. Что мир возник не случайно, не процессом эволюции, но создан мудрым творцом, тем, который и ныне держит все силы своего могущества. А ведь все это было от начала, но было скрыто. Человек знает только, так сказать, оболочку, то, что лежит на поверхности. Он лишь стоит на грани познания. Весь наш видимый мир является чудной притчей, говорящей о Создателе, о Боге, Который не только сотворил, но Он держит весь мир в им заведанном порядке. Дорогие братья и сестры, и мы сами являемся своего рода притчами, как пишет об этом апостол Павел в своем послании к Коринферам. На углу одной из улиц большого города сидел слепой и держал в руках фонарь. Кто-то, проходя мимо, спросил, «А зачем тебе этот фонарь? Ты ведь слепой, а слепому свет все равно, что тьма». И слепой человек ответил, «Я держу фонарь, чтобы никто не спотыкнулся из-за меня». О, дорогие друзья, подумайте об этом. Если Библия прочитает один человек, то мою и твою жизнь читают сотни окружающих нас людей. Именно это имел в виду апостол Павел, когда сказал, что мы являемся посланием, узнаваемым и читаемым всеми человеками. Хочу еще сказать вам, дорогие друзья, с чувством истинного благоговения, что Сам наш Господь Иисус Христос и весь факт Его воплощения является самой величайшей притчей. Вот послушайте, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Никто не может видеть Бога и остаться живым. Поэтому-то Бог воплотился в Сыне Своем Единородном, Который очеловечился, чтобы явить Себя грешному человеку. Христос сказал ученику Своему Фоме, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». И когда Филипп спросил, «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас», Христос ответил, «Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? О, дорогие мои, пусть Сам Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, даст нам Духа, премудрости и откровение к познанию Сына Его Иисуса Христа. Бог явил Себя в Сыне Своем, поэтому Сын становится откровением, становится притчей, дабы в Нем мы познали Бога. Ибо никто не приходит к Отцу, как только через Сына Его, возлюбленного Иисуса Христа. Кто познал Его, познал и Отца, ибо Он и Отец едино». Дорогие друзья, в том, что Христос употреблял притчи, мы видим благодать и милость Божию. Иисус говорил притчами не для того, чтобы преградить путь грешнику, а наоборот, чтобы помочь ему, чтобы грешник увидел, услышал и познал Бога. Сам Сын Божий, единородный, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, которым создано все, что на небе и на земле, видимое и невидимое, воплотился, приняв образ человеческий, чтобы явить нам Бога. Да, возлюбленный Сын Божий, оставив свою небесную славу, который имел от Отца, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человекам, и по виду став как человек. Этим он стал притчей, видимой и слышимой, чтобы посредством своего воплощения, своей крестной смертью, примирить тебя и меня с Богом. В заключении нашей сегодняшней беседы я хочу проиллюстрировать эту истину одним случаем, происшедшим в рождественские праздники. Один господин шел по улице, мимо освещенных витрин магазинов, на которых были выставлены рождественские подарки. Перед одной из витрин он увидел группу девочек, которые о чем-то оживленно разговаривали. Он также заметил девочку, которая чем-то отличалась от своих подруг и молчаливо слушала их объяснение. Господин заинтересовался происходящим и, подойдя ближе, увидел, что молчаливая девочка была слепой. Остальные подружки старались описать ей все, что видели, но по лицу слепой было видно, что она не понимала. Ведь она никогда в жизни не видела того, о чем рассказывали ей подружки. Так и мы, дорогие друзья, мы можем говорить о Христе и объяснить примерами и притчами, какой Он чудный, но когда вы сами придете к Нему, тогда Он откроет вам очи ваши, и вы сами увидите Его во всей красоте и славе Его. Мой дорогой друг, придя ко Христу, ты познаешь Бога, и в Иисусе получишь прощение грехов и найдешь вечную жизнь. Христос сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому сегодня Господь обращается лично к Тебе, мой друг, и говорит, сестаю у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною. О, дал бы Господь, чтобы Ты сегодня открыл двери сердца Твоего и пустил Иисуса Христа, чтобы Он вошел и дал Тебе радость и жизнь вечную, прощение грехов и уверенность в спасении Твоей вечной души. Да поможет Тебе Господь сегодня принять Его, как Своего личного Спасителя.